Всем привет! Это про новости. С тобой я, Анжелика Пушнова. Сегодня в выпуске. Как птица Феникс. Я никогда не сдавалась на пути к препятствию, поэтому меня это не остановило, я не расстроена. Ну как, немножко. Анна Асти провела первую пресс-конференцию в новом статусе. Что она теперь будет петь? Есть ли у нее права на хиты группы Артик и Асти? И какие у нее отношения с бывшим коллегой по дуэту? Kids News. Пойдемте? Стоп, куда пойдемте-то? Да. Куда? Встала. Где провели новогодние каникулы, а некоторые до сих пор продолжают это делать, наследники звезд. Кровиночка моя. Пройдя вместе через ад и смеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него, как во всех предыдущих жизнях и как в каждой следующей жизни. Я сказала «да». Машинган Келли и Меган Фокс скрепили свой грядущий союз весьма необычным способом. Основано на реальных событиях. В чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? Группа «Добро» выпустила сериал. Главные герои – сами музыканты. Я в раю. Это сложный процесс. Мы на третий раз только подали документы. Певица Юлия Савичева наконец-то увидела свою дочку спустя полтора года разлуки. Что им мешало увидеться раньше? Анна Дзюба, ранее более известная под псевдонимом Асти, вплотную взялась за сольную карьеру. Теперь она будет зваться Анна Асти, о чем она сообщила на своей первой пресс-конференции. Там же мы узнали, что грустного денса и других хитов, которые она исполняла в дуэте с Артиком, мы не услышим. Ведь права на песни ей не принадлежат. Неужели ребята не очень хорошо расстались? В эфире Breaking News. И самые обсуждаемые новости этой недели. Группа Артика Асти после громкого разрыва все-таки нашли компромисс и продолжат радовать поклонников своими песнями. Антон, Антон, Антон. Ой, да, замечтался чуток. Хочешь послушать мой новый трек? Конечно, врубай. Зрители Муз ТВ тоже заценят. Поехали. Вымыланка была, а теперь делай. Теперь официально. Анна Дзюба, более известная как солистка группы Артика Асти, запускает сольный проект «Анна Асти». Сменившая имидж певица уже подписала контракт с крупным рекорд-лейблом Universal Music и готовит к дропу первый сольный трек «Феникс» и клип на него, в котором недвусмысленно намекает «Все мосты с бывшим коллегой по дуэту Артиком сожжены». Моим страхом в карьере, наверное, было то, что ты можешь оказаться никому не нужной. Я переборола свой страх, наверное, это самое-самое большое, что случилось со мной за это время. Мне больше не страшно. Я отвечу на все вопросы всем людям, которым это интересно. Музыка – это самое важное. Я не очень хочу вертеться, знаете, в этом ведерке со всякими сплетнями, слухами, где это все будет только перемешиваться, и потом это все выльется кому-то на голову, либо мне, либо Артему, либо еще кому-нибудь. Уже несколько месяцев фэны и коллеги по цеху гадают, в чем же основная причина распада некогда нерушимого союза. Ведь все шло хорошо. В прошлом году Артика Асти выпустили один из самых хитовых альбомов за всю историю группы и дали в Москве три сольных концерта подряд. Скажу так, как есть, наверное, на самом деле, то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка. Каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте – это не вечная история. У каждого есть свои амбиции. Поэтому, собственно, пришло время нам вот так тоже расставить точки над «и» и разойтись по сольным своим дорогам. Анна Асти не скрывает – расставание ей далось болезненно. Два месяца она собиралась силами, чтобы выйти в свет. Возможно, это связано еще и с тем, что с Артиком ее связывал не только творческий союз. Аня – крестная мать младшей дочери Артика – Наоми. Мы хорошо общаемся. Я поздравила свою крестницу и Итана с Новым годом. Но пока что мы супер близко не поддерживаем отношения. Какие сейчас отношения у вас с Аней? Все хорошо? На хорошей ноте расстались? Я не скажу, что она какой-то плохой, но как-то так ровно. Артик закрывать проект или менять название группы не собирается и принимает решение взять вместо Ани другую исполнительницу. Да, конечно же, будет называться группа Артика. Асти именно так. А новый состав, я думаю, в конце января, в начале февраля мы уже презентуем и песню, и новый состав. Но как же так? Теперь будет две Асти? Ведь в сольном проекте Аня будет называться так же. Я буду выступать под своим именем и псевдонимом, потому что все знают, что Анна Асти – это я. У имени Асти есть лицо. Как будет там, я, если честно, пока не знаю. Но я думаю, что мы не будем мешать друг другу. Если имя пока что Асти удалось сохранить, то вот тот самый грустный дэнс она уже вряд ли исполнит. Все права на хиты группы у Артика. У меня нет прав на эти песни. Но это было не моим решением, поэтому это не способ, но я никогда не сдавалась на пути препятствий, поэтому меня это не остановило, я не расстроена. Ну как, немножко. Возможно, именно поэтому Асти сейчас усиленно работает над новыми треками и даже подумывает о первом сольном альбоме. Я планирую, конечно же, любой артист планирует выпустить альбом, несомненно. Но пока что необходимо подождать хотя бы первый сингл, который выйдет уже вот накануне, 14 января, и после него мы будем уже думать дальше. Но я в течение года обещаю вас порадовать еще не одной песней. Что ж, ждем ответочку в виде новой солистки от Артика и новых бенгеров от Асти. А смогут ли ребята по отдельности все так же залетать на первой строчке чартов и собирать полные залы, покажет время. Антон Коршунов, Иван Брус, ПРО Новости. Рэпер и рок-музыкант Мишлинган Келли и актриса Меган Фокс теперь жених и невеста. Блондинчик сделал предложение многодетной красотки. Через мгновение узнаем шокирующие подробности. А наша Юлия Савичева наконец-то воссоединилась со своей дочкой спустя полтора года разлуки. Об этом и не только Экстра Ньюс. Звезда американской сцены рэпер Мэшлинган Келли после полутора лет отношений предложил своей возлюбленной актрисе Меган Фокс стать его женой. Спустя полтора года, пройдя вместе через ад и смеявшись больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него. Как во всех предыдущих жизнях и как в каждой следующей жизни я сказала «да». И затем мы выпили кровь друг друга. Предложение рэпер сделал тоже не совсем обычно. Прямо-таки не по-голливудски. Никаких признаний на весь стадион. Руку и сердце он попросил у Мэган тихо под банановым деревом, где начинались отношения парочки. Зато с помолвочным кольцом явно заморочился. Я знаю, что по традиции дарят одно кольцо, но я сам создал дизайн этого вместе со Стефаном Вебстером. Чтобы их было два, изумруд ее камень-талисман и алмаз мой талисман держатся на двух магнитных полосах, которые притягиваются друг к другу. Прямо как две половинки одной души. Они образуют сердце. Это и есть наша любовь. Вот вам еще одно доказательство того, что даже имея трех детей от предыдущих отношений, можно выскочить замуж. Один нюанс – сыновей воспитывает не Мэган, а их отец – экс-супруг актрисы Брайан Остингринг. И похоже, теперь мамаша Фокс будет проводить с ними еще меньше времени. У Юли Савичевой большая радость. Спустя полтора года бумажной волокиды она прорвалась к дочери Ане в Португалию. Боже мой, какое же счастье! Я в раю! А ведь еще совсем недавно певица сильно переживала. Удастся ли ей увидеться с наследницей? Еще в августе 2020 года Юля отправила дочь к родителям супруга Александра Аршинова, которые живут в Португалии. А вот ей самой пришлось долго собирать необходимые документы, чтобы получить вид на жительство и въехать в страну. Это сложный процесс. Мы на третий раз только подали документы, потому что до этого нас отправляли, чтобы мы собирали еще и еще какие-то документы. Ну, понимаете, вид на жительство – это не просто обычная виза туристическая. Просто туристических виз сейчас не делают. Когда мы получим вид на жительство, мы можем спокойно в любое время прилетать в Португалию, улетать оттуда. В общем, как мы это всегда и делали до пандемии. В начале декабря к дочери смог улететь супруг артистки. Муж получил документы на вылет, а я пока нет. Хорошо, что хотя бы один смог вырваться к ребенку. Я упаковала огромный чемодан с подарками для Ани и для свекров. Все довольны. Неравнодушные коллеги по шоу-бизу поздравляют семейство с долгожданной встречей. Наконец-то! Рада за вас! Ура! Произошло воссоединение! Рада очень за тебя, Юляш! Группа «Добро» радует фэнов не только песнями, но и сериалами. Братья выпустили на Ютубе сериал, основанный на реальных событиях. Называется «Гримёрка», и он о закулисной жизни артистов. Мы приехали сегодня с утра на «Бегаспорт». В завтрашних 200 годах. Братья Иван и Михаил показывают все то, что обычно остается закатом. Как проходят репетиции. Барабанщик, клавишник, в ушах или... В ушах. В ушах. Все, все, все. Как рождаются новые треки. Мы сейчас в отеле вернулись с очередных съемок. И пока есть время, работаем над новой песней. В чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? И чем занимаются артисты перед выходом на сцену? Каждый эпизод идет всего 7-10 минут. И если честно, больше, конечно, напоминает влог, нежели полноценный сериал. Но как бы там ни было, преданным фэнам, которые хотят увидеть кумиров с другого ракурса, зайдет Виталия Коновалова, ПРО Новости. А сейчас Kids News, наши маленькие новости. Первая в этом году. Где провели новогодние каникулы, а некоторые до сих пор продолжают это делать, наследники звезд. Как Валерия отметила первый день рождения внучки Селин. И какой подарок на 9-летие получил сын Яны Рудковской, Саша Плющенко. Сейчас все расскажем. В эфире ваши любимые новости о звездных наследниках Kids News. И с вами я, Наталья Ягумнова. Здесь вы каждую неделю узнаете все о тех, у кого с пеленок есть не только игрушки, но и фанаты. Итак, рейтинг новостей из жизни маленьких телебов. Погнали! Январь для многих звезд самое любимое время в году. Это месяц, когда прошли съемки новогодних концертов и отгремели корпоративы. В селе вы собирают чемоданы и вместе с наследниками улетают в самые красивые уголки нашей планеты. Алсу в Дубай, Юлиана Караулова в Куршавель, как и где чилят другие звездные детки в новом году, смотри в нашем обзоре. Филипп Киркоров, как и обещал до январских каникул, отвез своих ребятишек в лучшие американские парки развлечений. Мы не будем изменять традиции. Январь у нас в Диснейленд. Алла, Виктория и Мартин греются в Майами и катают папу на сумасшедших горках. Ну и, конечно, звездный папа не упускает возможность побаловать деток новыми люксовыми вещами. А певица Ханна и директор Black Star Пашу выбрали тюленей отдых на пляжах Доминиканы. Но их озорная и очень артистичная дочурка Адриана расслабиться им точно не дает. Красиво? Обалдеть. Пойдемте? Куда? Стоп, куда пойдемте-то? Сюда. Куда? Сюда. Семейство Джигана – большие любители приключений. На одном месте сидеть не любят. Вот и в этом году, по традиции, 1 января Денис и Оксана повезли своих четырех детей на каникулы. На этот раз в Мексику. И несмотря на то, что малыши с трудом привыкали к местной специфичной еде и сами таскали свои чемоданы, их отдых без сомнений можно назвать райским. Для семьи певицы Валерии 1 января – теперь не только день, когда нужно доедать салаты, а еще и день рождения ее первой и пока единственной внучки Селин, которую подарил ей младший сын Арсений. Первый день рождения нашей Селин. Теперь эта крошка для нас – центр вселенной. Праздник получился по-семейному теплый и уютный. Только самые близкие окружали крошку в этот день. Кстати, если вы не знали, у годовалой малышки теперь есть своя страничка в Инстаграм, и у нее уже почти 7 тысяч фолловеров. Лично я не знаю, как можно устоять и не подписаться на эту милашку. У кого-то праздники и подарки закончились, а вот Саше Плющенко повезло – Новый год плавно перетек в день рождения. На днях сыну Яну Рудковской и Евгения Плющенко исполнилось 9. Поздравляем! Вы тоже заметили? Никакой спортивной тематики. Все-таки Саша, как обычный мальчик, любит игрушки. Например, вот черепашек-ниндзя. А мы-то уж было подумали, что Гном Гномыча эти детские забавы не интересуют, ведь он уже серьезный спортсмен, который вполне может прокормить семью. Если вы забыли, напомним, съемочный день мальчика в роли модели стоит 500 тысяч рублей. Ну а за участие в ледовом шоу с папой мама платит сыну скромнее – 30 тысяч за представление. На этом все. Мы отправляемся дальше следить за тем, как растут и развиваются звездные киндеры. А на сегодня все. С тобой была Анжелика Пушнова. С красивой любовью к вам и к звездам. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!